Мерзавец. Просто гнида. Больше мерзавцев. Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Некоторым нужно срочно выпить успокоительное. Касается это, конечно, в первую очередь человека, который называет себя президентом Республики Беларусь. Потому что он в преддверии 8 марта позвал своих генералов. И поздравил их с успешной операцией, как он пояснил, с задержанием человека, которого они обвиняют в атаке на А-50. Российский самолет-разведчик дальнего радиолокационного обнаружения. Женщину он тоже поздравлял, хотя сфокусирован. Диктатор был исключительно на генералах. На самые жесткие распоряжения силовикам. Вот они здесь находятся. Там я и матами ругался на вас. Матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте. Да-да, диктатор был в возбужденном состоянии, грозил всем, обзывал всех. Ну, вел себя неподобающим образом. В любом случае, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что здесь мы называем вещи своими именами. И в рамках расследования, как объявил Александр Григорьевич, он нашел виновных и попытался высказаться что-то в адресе президента Украины. Получилось это достаточно нелепо. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. В таких ситуациях хочется сразу зацитировать Владимира Путина, который как-то заявил, кто обзывается, тот так и называется. В части мира нам мир, который предлагает усатый таракан, конечно же, не нужен, потому что он предлагает Украине пожертвовать оккупированными территориями ради мифического мира. Как-то недавно он заявлял, что границы не важны, и поэтому я предлагаю отдать Гомельскую область. Нет, мы ее не возьмем, нам чужого не надо. А вот кто может взять, мы прекрасно знаем. Ну, конечно же, эти из фашистской России. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим, это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Вообще-то не секрет, что Зеленский практически все время проводит в Киеве, ну или в Украине, в тех местах, где это определено, в условиях военного положения и военного времени. Но с тезисом о том, что нам нужно заключить пакт о ненападении, это просто какой-то Гитлер и Сталин, Лукашенко выступает не впервой. И сразу же хочется сказать следующее. Товарищи, а кто вы такие, чтобы с вами что-то заключать? У нас были соответствующие документы, ну о том, что мы должны жить в мире и добрососедстве. И до 24 февраля 22 года все с этим было более-менее нормально. Но что произошло? Российская военная машина, российские танковые колонны с территории Беларуси отправились под Киев грабить и убивать. И да, воровать стиральные машины, а потом отправлять эти стиральные машины своим самкам, откуда? Из республики Беларусь. Мы все прекрасно помним. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации объединенных наций, что вы на нас не нападете. Слышать это смешно, потому что никакие документы с Александром Григорьевичем ничего не стоят. И если мы говорим о гарантиях безопасности, то нашу безопасность гарантируют вооруженные силы Украины. Ведь белорусские друзья неоднократно жаловались, что наши военные, когда смотрят на ту сторону границы, то есть на белорусскую сторону, белорусским коллегам показывают вот такой вот значок. Вот это основа ненападения со стороны республики Беларусь. Если у нее есть право выбора, вот из этого нужно исходить. И гарантии безопасности нашей базируются на переговорах о соответствующих гарантиях от НАТО и других крупных государств. И оптимальная формула в данном случае – это вступление в альянс. Других вариантов нет. Ну, вы слышали мои все эти заявления. И в это время. Ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Вроде бы гнидой обозвали Зеленского, но после этих слов икнулась где-то в бункере. В бункере в Москве или в Подмосковье. Потому что один дедушка, который разменял восьмой десяток, простите, я говорю о Владимире Путине, думает, ах да Лукашенко, ах зараза, как всем грозит, как всех обвиняет. Но, блин, я же хочу, чтобы он вступил в войну. А он, наоборот, публично съехал с темы, кто будет мстить за наш покалеченный А-50. Как говорит Александр Игорь Григорьевич, это не просто самолет. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, там царапин. И одна пробоина в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента встречал. Но, тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло. Александр Игорьевич расстроен. А по сути, он просто оправдывается. Он говорит, что это был маленький дрон, который можно купить в магазине. А если бы это был Шой, мы бы обязательно его каким-то образом обнаружили. И, в общем, путинская российская техника на территории Беларуси была бы в безопасности. А вот так получилось очень-очень неудобно. Не уберегли мы дорогостоящую военную технику. Ну, просто как российские солдаты, которые, да, с удовольствием оставляют нам такие богатые трофеи. Мы это называем ласково российский ленд-лиз. На территории Беларуси это не российский самолет был. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку, для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ. Бывает так, что Александр Григорьевич, а бывает это регулярно, включает дурака. Так вот, если самолет отправил Путин, то, очевидно, это все-таки российский самолет. И, да, понятно, что самолет ДРЛО, самолет-разведчик. И вроде как все так складненько получается, что никому они не грозили этим самолетам. Только я напомню функции этого воздушного судна. Он летает и собирает соответствующую информацию. Летает он в белорусском небе, а передает координаты российским ударным системам на территории Беларуси. И, да, раз это самолет не российский, то он тоже и не белорусский. А раз он наводит другие средства поражения на территории Украины, то он является чем, внимание, как принято говорить на болотах, законной целью шах и мат. И в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе, ему не нужно это. Польша, Литвы, всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Достало всем, и Зеленскому, и нашим союзникам, и страна-то. Но ключевая же фраза была, что мы не втянемся в войну. А в чем проблема? Лукашенко, как он говорит, самолет Путин ему уже заменил. Не знаю, что будет с этим самолетом. Бавовнятка оно такое. Ты его не ждешь, не ждешь, а оно берет и приходит. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого. После совершения теракта и попытки взорвать самолет дорогостоящий, самолет-разведчик А-50, были созданы маршруты вывода его с территории Беларуси. И далее очень большая часть спитча Александра Григорьевича была уделена как спецслужбе, который он перед этим обматерил, искали украинского агента. Который, естественно, прошел какую-то безумную школу ЦРУ вместе с ребятами, которые сделали Бавовну в Энгельсе. И когда он это говорит, сразу понятно, что он врет. Или просто белорусские силовики кого-то нашли крайнего и сказали, вот, это был он, Александр Григорьевич. Почему я говорю, что попахивает это каким-то идиотизмом? Ну, потому что сами российские фашисты признали, что Энгельс был атакован БПЛА «Стриж», которые были модернизированы до самолетов «Камикадзе», которые пролетели энное количество сотен километров. И касается это не только Энгельса, но еще и Дягилева в Рязанской области. И немножечко покоцали несколько российских стратегических бомбардировщиков. А тут парня, как он говорит, которого готовила, конечно же, да-да-да, ЦРУ, обвиняют в том, что вот он такой супершпион, летал на «Мавике». Ну, судя по повреждениям, которые были описаны, что-то там было совсем незначительно. И обвиняют, естественно, он Украину, как мы слышали в этом. Ну, нас тут часто обвиняют во всяких разных нехороших деяниях, но суть это не меняет. Все то, что ведет к гибели украинских граждан, рано или поздно будет уничтожено. И касается это в том числе территории Белоруссии. Вот Александр Григорьевич говорит, вы меня в войну не тянете. Не втянете? Не втянете. Да, мы не втягиваем, мы наоборот. Так вот, чтобы тебя не втянули, товарищ, то попробуй вывезти российскую группировку со своей территории. А если ты ее выведешь, гляди, гляди, и вопрос участия твоей страны в войне зазвучит как-то по-другому. Хотя, лично я предполагаю, что у Александра Григорьевича такой опции просто нет. Александр Григорьевич, докажи нам, что ты можешь вывести российскую группировку. Ты там президент. Вот мы берем видео с придворного телеграм-канала. Ребята, которые его делают, делают его профессионально. Которые назвали его пул первого. Так ты пул первого? Ты первый? Или ты второй? Или ты пол шестого? Или какой ты, если на твоей территории иностранная армия? Еще раз хочу подчеркнуть. Особенно местным мерзавцам и те, кто убежали. Они все установлены. Мы их найдем. Там найдем, за границей. А беглым, повторяю, готовьтесь. Мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие. Мы знаем, что нужно делать. То есть начали с атаки на А-50. А закончили вот этими старыми страхами Александра Григорьевича. Страхами о том, что есть люди в Беларуси, которые его ненавидят. Он бы с удовольствием их всех убил. Но тогда, получается, нужно уничтожить значительную часть своего населения. А вполне возможно большую часть своего населения. Он знает, что он самозванец. Поэтому он бесится. Ну, то есть, смотрите. Вот есть какой-то супершпион на Мавике 3. У нас таких супершпионов в каждом механизированном батальоне. Причем не один. Который полетел и сел на антенну А-50. Ну, так сказать, чтобы подчеркнуть, что небо полностью закрыто. Так же это было. А что дальше добавляет Александр Григорьевич? Что они задержали 20 пособников. То есть, эта история с атакой на российский самолет будет использована мстительным маньяком только белорусского наразлива. Для того, чтобы пытать и издеваться над своим собственным населением. И тут возникает вопрос. Кто нацист? Да, Александр Григорьевич? Вы и все вот эти вот формулировки типа гниды, мерзавцы и так далее. Может быть, это все о вас? Белорусы. И не только белорусы. Подписываемся на мой YouTube канал. Пишем в комментариях, что думаете. Чего же так у белорусского диктатора подгорело? Но самое главное он сказал. Он сказал. Что бог с ним самолетом. Не трогайте нас. Мы в домике. Но это отлично. Украина была, ей будет. Кстати, будет и Беларусь. Если, конечно, ее Россия не захватит. Тут все зависит от белорусов. Мы-то свою родину точно надстоим. Но уже стало понятно, что в Украине за Украину российских оккупантов убивают. Именно на этом базируется моя аксиома. Украина была, ей и буду. До зустречи.